Весь центральный динамска Давайте 7 месяцев сразу садитесь втроем Админицинатор можно пригласить Не ходите с нами в проект? Нет У меня в букинбод Ошибка не загорелась, да? Нет Она, наверное, не загорится там, наверное, просто Я могу, в принципе, сейчас заехать в сервис, блядь где все это могут найти, ошибку, точно на нее сослаться. Но я за это деньги сейчас заплачу. Здесь же тоже, наверное, у вас техника позволяет мне. Это уж что-то сделать хочется. Ты же тогда ездил. Тоже самый злой же. Не уменьшился, не прибавился, да? А мне кажется, что порой он прибавляется, короче, громче стоит такой. И в то же время машина никакой нет. Что-то должна быть. Иногда бывает, знаешь, на трассе много ездишь, да? Едешь, на фон выходишь, и ты понимаешь, что ты не успеваешь. Ты сейчас собьют, блядь, и в правонку не перестанешь. Снимают, обороты не убирают. Отпустили фото. Тот же готов, блядь, документы, калиньбек. Калиньбек ты же достал. Кого достал? Доставку мешали. Кхе-кхе-кхе. Идите вон, работайте в цирку, ваше рабочее место. Что здесь, что здесь, что здесь встречает? Газови, резко. Так, мотор сейчас 5.6, да? Угу. Я думаю, свадьба здесь проходит сразу, блядь. Не женят здесь еще, нет? А нет. В будущем, может, будет. Машину купил, женился. Ага. Казаться, слабая. Угу. Вот заедьте туда, помнишь, куда заезжали, да? В Каму? Где там это? Так, в подвески, что ли? Не-не, за 4.6. Вот, мемецы выгреются. Так, мы, Лёх, еще, блядь, 95-й бензин специально залили там. Все поменяли, там, что можно было. Полностью ТО сделали там. Ну, ТО-то у вас все равно по пробегу ТО надо было делать. Это приятно. Нет, я ТО-то через 2 тысячи сделал. Уже второй, получается, прошли, да? Да. Вы же тогда после ТО довольно уехали, что все пропало, и все нормально. Как-то мне женой билетой было, чтобы покататься. Как я довольный уехал. Мы же даже не смотрели, я сел в машину и поехал. Мне сказали, покатайся, если... Смотри, вот, ну, приручи, чтобы у нас на 45-м час ехать. Если, говорит, не пропадет, то заменим какой-то датчик. Вот такой я слышал. Она, видишь, появилась. Ну, а же датчик, ты национальный, этот, слабый лейтенант был. Его затянули, но ошибок же нету по этому датчику. Нет, я все равно не понимаю животное дело. Вот он сейчас был. Ты вот где-нибудь, где машин нет, съедь туда, вот, там почувствуешь сразу. Музыка. 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 сейчас пока я не слышал не тратишься не тратишься не тратишься сейчас нет такого заедь куда-нибудь движение поменьше и там почувствуешь сразу могу я переснять за руку а вот он сейчас вот этот звук а а а Попробуй куда-нибудь в круглое поле въедь, где движение поменьше, потише, и там сразу поймешь, что это. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он был. Слышал, да? Вот такая же она в городе будет, когда медленно едешь, движение начинаешь, она вот такая хуйня. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он звук. Слышал, да? Невозможно не слышать. Не слышишь? Как на всех. Ты же сейчас не тот звук, который раньше был. У вас тот, который был, сейчас уже нет. Да, вот он. Как на всех местах и к столеях с этим мотором. На Грантах. Вот этот звук. Вот это тоже самый звук. Других не был звук. Может быть, у других на таких низких оборотах, может, не ездили? Вы ездили рядом с ними? Ну, конечно же. Первый день живу. Я же новую машину мне покупал. Не было таких звуков. Ты же мне тогда говорил сам, что это детонация какая-то. Нет. Тот звук, который был до этого, он реально... Когда уже обороты поднимались, был такой звук. А сейчас просто вот это, это обычное явление. Как это обычно? Для шестнадцатого клапана мотор. Шестнари, да? У них-то есть такое. У вас такого уже сейчас нет. То есть это не является несправностью. Это точно нормально, да? Конечно. Даже если на других шестнарях... У нас через одну приезжает с такой жалобой на этот звук. Да, потому что на низких оборотах все равно мотор тяжелее набрать обороты, поэтому вот этот звук клапаном не происходит. Нет, я могу вас заверить, что это ненормальный и нехарактерный звук. Я просто сейчас, ну, я не буду здесь ругаться, я сейчас дальше в руководство позвоню. Мы это дело без внимания не оставим, это же ненормально. Пять раз приезжать, ничего сделать не могу, говорят, характерный звук. Предложили сделать ТО, нахера мне это ТО надо было делать здесь. Я бы заехал в гараж пацанам, мне бы поменяли там рублей за тысячу все, с этим ослабли. Сейчас уже что-то звук не тот. Один и тот же звук. Ничего там абсолютно не меняется. На низах, да, на шестнарях вот этот звук практически... Ну, сколько машин вот приезжало, многие на это жалуются. Ну, как это неприятно, оно же с каждым разом все сильнее слышно. Тем более в городе едешь, как-то треск такой уже, треск идет. Что-то уже ненормально. Была бы это, скажем, единичная машина, две машины такие с таким звуком. Было бы, ну, скажем, звало бы сомнение, что это дефект. Ну, это практически на каждом автомобиле 16-клапанном моторе. Частенько вот тоже 1.8 приезжают. 1.6 тоже обращаются. Гранат и камин, без разницы. У всех, у кого 127-го мотора, все же на это жалуются. Но люди ездят и проблем не знают дальнейшие. Нет, а что это за треск? Что треск? Клапан? Клапана, да, клапана. Снизу, вот когда обороты низкие, то есть на повышенной передаче, вот нагрузку когда даешь, вот этот треск проскакивает. Но он же не должен быть этот звук. Ну, я говорю, если бы это было геничный случай, скажем. Нет, он не должен же быть этот случай, вот этот звук. До того, что... У нормального механизма не должно же быть. У исправной, нормальной рабочей машины таких звуков не должно быть, насколько я понимаю. А здесь он есть, и что ты как-то этот, дальше ездить предлагаешь? То есть, этот звук он в дальнейшем никак не повлияет, абсолютно не на что. Да нет, вот у меня есть гарантия, давайте сделаем так, чтобы не было этого звука. Нет, здесь надо конкретно знать, в чем проблема. Надо решать эту проблему. Можно только предполагать. Здесь можно сейчас скрыть головку, поменять гидрокомпенсаторы, поменять клапана. Я сто процентов даю гарантию, что ничего не поменяется. Ну, а ты предлагаешь оставить без внимания, да? Я... На всю все равно, говорите, я вас на камеру сейчас снимаю и едем. Вы такой бред вообще говорите, блядь. Нет, вы, еще раз повторяю, чтобы начать производить какой-либо ремонт, мы должны точно знать, чем проблема. Надо разбирать. Мы разберем агрегат, узел, крупный. Со сто процентов вероятностью, что мы его разберем просто так. Мы ничего не найдем. И чтобы нам, так скажем, завод компенсировался затратный и гарантийный ремонт, мы его должны предъявить эффект. Я не собираюсь вам искать, что предъявить вашему заводу. У меня есть на руках тех талон, в котором прописано, что на какие причиндалы у меня есть, есть гарантия, да? Я приехал с этим талоном, хочу, чтобы мне сделали эту неисправность. Если ваша организация не в состоянии сделать, мы поедем сейчас в другое. Мы звонили вашему руководству, нам сказали, что все сделают. Никаких лишних посторонних звуков в автомобиле новом не должно быть вообще. Мы можем сейчас также пригласить инженера по гарантии. Так давайте пригласим, максимально сделаем. Я, блядь, пять раз сюда езжу, я трачу время свое. Как-то для чего я сюда езжу? Просто чтобы на машине покататься, что ли? Как-то несерьезно. Один день, говорят, детонация там. Рома потом присел, тоже, да, детонация. Поезди, поменяем, давайте его сделаем, все пропадет. Бензин поменяем. Все сделали, заменили, проблема не ушла. Сейчас мне говорят, ну вот, если датчик есть, если не загорится датчик, то мы тебе датчик поменяем. Это, если загорится какая-то хератинка. Она не загорается, а проблемы уже не уходят. Я сюда не ругаться приезжаю, мне охота, чтобы у меня машина исправно работала, блядь, а не встала она у меня. Сейчас свершатся, а не прокатится. Но она же вот здесь правильно работает. Пригласи кого-нибудь другого, ладно? Сейчас, Элли дайте. Зачем мне вот это вот здесь обсуждение нужно? Ну, тут по иксерее вопрос есть этот звук при разгонке резко, как есть, от клапанов так. Ну, вот на него жалуются, настаивают, чтобы ты посмотрел уже окончательно вынес. Ну, то, что это нормально, то, что на всех машинах такое практически. Ну, ну, сколько таких машин? Да, обычно ссылаются на бензин, на машины. Я думаю, что это хватит. Так не пройдет в этот раз? Пускай напишут, что отказываются, делают. Чтобы прокатился или отказ написал. Да, лучше отказ, пускай напишут, и сколько можно ездить. Так, книжку сервисную. Здесь у нас? Где занесешься в шок, пойду? Сейчас что делать нам, Алексей? Ну, сейчас инженер по гарантии отметку сделает в сервисной книжке. Угу. Так, сейчас машинку... Я, ну, сейчас тоже прокатился, что ли? Ну, нет, он об этом звуке знает. Уже ни одна, ни две машинки в голову. Поэтому, говорит, здесь ничего нового, я, говорит, не скажу. Собирать сейчас. Кто-то сделает, вот, что это проблема. А смотреть не будут проблемы, да? Нет, я говорю, я ему описал проблему. Они в пульсе. Я говорю, он уже на одной десятке машин катался. Уже просто такие же проблемы. Открой дверь, а! Вот эту! Леш! Нажми ручка вот здесь. Нет, сейчас что делать-то мне? На приемку подойдите? Книжку Логи сейчас принесут. Собирать. Так, вот сюда есть по нашему. Продолжаем, там, по работе пока в порядке. Нажми ручим, хватит. А, по нашему, я заказал. А, по нашему, я заказал. Стромывочное масло, где спромывочное масло? Стромывочное масло, где спромывочное масло? Стромывочное масло. Ну, сейчас кого девушку ждать-то вообще? Что-то я вообще ничего не понимаю вообще. Взяли сервисную книжку, какую-то отметку сделал. Мастер мне ни хера ничего не сказал. Мне кому подходить-то нужно. А у вас здесь этот сидит, руководитель? Начальник сервисной службы, так, по диагонали. Руководитель здесь, который есть вообще. Где он находится? Начальник сервисной службы, она находится, если по диагонали пойдете, кабинет у нее там. По диагонали-то как? Вот сейчас выходишь направо, да? Нет, вы сейчас выйдете сюда. А что Алексей-то сказал? Ничего вразумительного. Все нормально, говорит? Пускай звуки дальше добавляются. Сегодня один за второй. Это характерная черта. Короче, этот... Авто один, короче, вообще не приезжайте сюда. Здесь такой бардак творится, блядь. Пять раз приезжал, что-то говорят, все характерный звук, короче. Видео засняли, все позже увидите. Что действует вообще? Кому обратиться, чтобы какое-то действие было принято вообще? Это сейчас что? Что выписали? Что выписали? Этого. Что сейчас? Неисправность и не выявили, что все нормально. Все нормально? Вы же сами выявляли неисправность, что это неисправность. Нет такого вообще. Как нет? У вас на низа, наш снаряд, он у всех присутствует. Такой звук. То есть он не влезет неисправность. Даже на другой машине прокатиться на низах, на тысячи оборотов он будет. Треск клапанов, треск клапанов. Здрасте, где ваш администрация здесь? Сейчас мы пойдем. Мне этот, наряды. Сделайте копию. Где вам? Которая заездка. Наверное, она у всех, да? Уличка. Короче, вот так вот здесь вот, друзья. Это характерная черта, все нормально. Специалисты прокатились. Не обращайтесь вообще к официальным дилерам. Авто 1, это здесь полный обман, короче. Им руководство, наверное, он говорит, но не делайте, не меняйте. Деньги зачем тратить? А чего ждать-то? Где бумажка-то моя? Сейчас сделаем. Он же написал мне печать. Кого ждать-то? Что написал? Сделай мне бумажку, мне домой надо. Вот же он мне встал, отказ. Вот. Да? Ну, все, бумагу. Дайте мне, я поехал. Пошел. Сколько месяцев? Для кого находиться? И еще вот четыре обращения, которые у меня сюда было, тоже мне надо. Мне нужно будет, чтобы вы скинули мне, знаете, а ты как специалист сейчас независимым экспертом поедем я никуда не будешь ездить я говорю я сейчас поеду я за деньги сделаю независимую экспертизу ты же как мастер мне говоришь что все нормально ничего неисправности нет если бы конкретно был единичный случай на вашем автомобиле какая разница случай то есть здесь машина на гарантии вот меня сейчас специалисты юлиста консультировали и мне какую-то обратную вещь какие-то говоришь смотрите есть гарантийный талон есть есть неисправность подожди на что почему мы до этого приезжали на скажу это детонация если звук не уйдет поменяют датчик звук не ушел я бензин здесь зачем я делал т.о.о. зачем мне это нужно то было почему мне сразу ваши специалисты не сказали датчик датчик детонации я наверно скорее всего датчик детонации если по нему проблемы есть у него всегда выскакивает ошибка по датчику ладно уйдем в сторону ладно не датчик детонации зачем мне сказали сделать его совместить приятно с полезным то вы проводите в первую очередь для поддержания автомобилей в техническом состоянии я его сам сделаю я знаю когда ты его проходить с целью сохранение гарантии завода мне сказали надо сделать она пройдет гарантия завода изготовителя наступает в случае проявления дефекта уйди отсюда не нервируй зачем так себя ведешь зачем ты так ведешь мужики себя не может вывести а зачем ты врешь стоишь сейчас здесь зачем врешь и мне сам сказал проехал со мной на моей машине блять у меня есть видеорегистратор внутри тоже съемка ведется ты мне сейчас стоишь говоришь обратно я понял меня надо бумага ребят вот это накладной дайте сейчас зайду к вашему руководству постараюсь им объяснить не поймут там поедем к этому другие специалисты являться влияющими детонацией факторов здесь написано при трогании посторонних звуков нет не обнаружено ну как не обнаружить уже отписка вот это как нет сейчас экспертизу деньги заплачено есть там звук учет творите здесь конкретно звук есть вот здесь никто не грушу звука человек садился и говорю что детонация надо сделать говорят тебе полностью тело как еще объяснить из-за этого и сделал лишь полностью здесь того поменял бензин зима с народа не 95 не сказать проблему не уйдет будем разбираться дальше сейчас все отписали сказали что никаких проблем нет это что за за бардак такой везде в каждом пишет не обнаружено не обнаружено не обнаружено вот здесь вот здесь вот такой будет вот что тоже не обнаружено есть то же самое звук есть мы конкретно вайс на наличие эффекта все какое-то это разве не дефект это нормальная работа двигателя это нормально Дефект, он влияет на работоспособность судьба. Леш, это нормальная работа двигателя? Это нормальная работа. Это нормальная работа. Это его нормальная работа. Я с такими автомобилями сталкивался... Напиши в сегодняшнем обращении, что неисправность там не обнаружила, не обнаружила. У меня видео есть, Алексей. Где вы сидели, разговаривали над темой. Хорошо. Я не скрываю свое лицо. Зачем скандалиться? Зачем врать? Ты говоришь, не обнаружена, а она слышится. Зачем машину наносим? Зачем катаемся? Я зачем с вами езжу? Вот зачем я с вами езжу-то? Есть вот эти бездари, которые с тобой садятся. Зачем они в машину садятся? Чтобы бензин прокатать? Алексей, я еще раз говорю. В данный момент дефекта по автоматике нет. Есть звук, но это не является дефектом. Так его раньше не было, этого звука. И когда я к вам обратился, услышав этот звук, ваши специалисты сказали, что надо сделать полностью ТО и поменять полностью бензин. Я залил 95-й бензин, сделал ТО рекомендацию раньше времени. И ошибка не ушла. Сейчас они что пишут-то здесь? До этого момента, что они пишут-то, что никаких шумов-то нету, когда я обращался. Зачем тогда ТО-то мне раньше сделали? Здравствуйте. Еще раз повторюсь. ТО проводится для подержания автомобилей в техническом справном состоянии. ТО вы не делаете просто из-за того, что... Мастер здесь был, официально здесь был. Мастер здесь был. Сказал детонация. Поездили, покатались. Говорят, вам нужно сделать ТО. Оно уйдет. Поменять бензин. Я поменял бензин, полностью проездил, выкатал весь по городу. Заменил на 95-й. Его прокатал. Привез сюда. На ТО записался. Сделали ТО. Сейчас мне пишут, что никаких шумов нет. А зачем мне ТО тогда совали? С вами инженер по гарантии катался? Здравствуйте. Я руководитель сервиса. Я его в глаза вашего не видел. Инженера по гарантии вообще. Вас как зовут? Меня Алексей зовут. Алексей. Пойдем поговорим, Алексей. В чем у вас проблема? У меня проблем нету. У вас проблемы надо. А вы руководитель, наверное? Да, да. Хотели до вас достучаться как-то? Есть же ступенька еще одна, куда можно обратиться, да? Люди понимающие, наверное, где-то сихуасы обширно разбирают, да, есть? Ступенька. Ну, как бы, есть же многие, как бы, не понимают вообще происходящих вас. Давайте поговорим постоянно, мы слушаем. Рассказывайте все с самого начала. Купили мой автомобиль. Все нормально, там хорошая администрация как бы была, да? Угу. Прикрыли, ну, этот сервис. С сентября семнадцатого года. Вот, прошли ты его у вас здесь. Стали на техобслуживание у вас здесь, да? Угу. Первые двое ездим, все, появился у нас звук. Угу. Тот, который не было. Ну, характерный звук они пишут, что этот. Приехал сюда, специалисты покатались на машинах. Говорят, это детонация. Звук почувствовали, поняли, у меня есть видеофиксация всего вообще. Сейчас я говорю, я блогер, у меня канал на ютубе свой. Сюда сейчас приезжаю, этот, мне говорят, тебе надо сделать ТО раньше времени. А мастер кто был у вас? Там и Рома был, и Паша был. Угу. Там все менялись как бы. Сказали, что это детонация. Сказал мне это сейчас. Как его? Айбек. Сейчас. Айзат. Он, вот он мне сказал, что у вас где-то детонация. Вам нужно заменить и сделать ТО. Угу. Полностью пройти. Поменять бензин. И как бы проблема у вас уйдет. Это сто процентов. Я поехал, сделал действие, вложил деньги. Раньше времени сделал, да? Как бы все, ну, поменял весь бензин. Угу. Поездил, покатался. Проблема не уходит вообще никуда. Угу. Сейчас созвонился сам юрист. Нам сказали, что, ну, пускай напишут в гарантийном колонии, что, как бы, они же отказываются мне в гарантии, да? Ну, здесь вот. Здесь написали. Вот. Сейчас делаем независимую экспертизу, как бы. Угу. Сейчас я созвонился, 10 тысяч экспертизу стоит. Причем обращаться, если здесь, как бы, это. Чем молодая, я так поняла, тоже такая проблема была? Там глушитель меня. А, глушитель у вас. Угу. Звук был, поменяли там. Администратор, ну, это, директор хороший, женщина был. Угу. Угу. Разумительно. Она мне поменяла полностью всю систему, как бы, этот. А вот эта ситуация, она есть, она неприятна, знаете, ну, ездить не хочется. Неприятно, как бы, ну... Конечно, неприятно будет, если такой автомобиль работает. Хотел бы, чтобы нормально, видите, пообещали, сделали, да? Я зачем вложился? Мне зачем нужно было? Я бы сейчас поехал к нормальным людям, да? Сделали бы, нашли бы неисправность, поменяли бы. Угу. Вот сейчас ездили... Да, с топливом большие. Да, с топливом большие. Сейчас мы ездим с нашими специалистами, живем мастерами в машине, да? Звук слышим. Пишут здесь, что они его не слышат. Ну, они пишут, да. Я хочу посмотреть дату. Вот. Мне тоже интересно. Очень интересно. Дико возмущенную. Ну, насколько понимаю, такой шум есть не на одном автомобиле. То есть вы не первый клиент, но к нам обращаются уже с данной проблемой. Угу. Они возникают, да, бывают. То есть, возможно, это конструкция автомобиля. Возможно, это и хороший шум. Ну, инженер по гарантии, он является представителем завода. Угу. Поэтому, то есть, он вправе, скажем так, писать и осматривать автомобиль в том числе. Пусть я пишу, что хочет. А надо литовую бумагу, чтобы на ней писать. Просто это случай тот, который не уйдет из-за того, что просто разговор. Понимаете? Ну, вы сейчас экспертизу хотите, что именно посмотреть не значит? Что именно вот на этот звук? Что это такое за звук? Ну, экспертизу очень, давайте, проведете в таком случае экспертизу. Если действительно это будет, я даже буду, если это будет действительно проблема, скажем, заводского плана, тогда, мне кажется, завод-изготовитель должен будет задуматься. А мне зачем? Подожди, здесь две проблемы в данном моменте. Нет, в данный момент сейчас, если инженер по гарантии делает такое заключение, то есть, да. Какое заключение? Он меня не видел, я его не видел. В машине сидели, он даже выходил в машине. Как он сделал? У него есть технический эксперт, который является представителем. Нет, хорошо, тот момент, подождите. Вот сам я вернулся к первому моменту. Мне кажется, есть люди, кто разберут эту ситуацию в нужную сторону. Что и вот такой у вас представитель ваш там, который сначала вроде выявил, сказал мне надо делать ТО. Зачем я сделал? Пускай мне деньги восстановят или что-то сделают как-то, я не знаю. Я вот и хочу поговорить, посмотреть, кто был мастер, что говорит, каким образом. У меня нет времени, чтобы шестой раз приехал, три раза зафиксировано здесь только у вас. Один раз как-то его сделали, зачем? Мне не хочу поговорить, да, я без знаний. Если вы не можете сделать, это неисправность, она же есть, да? Вы не можете, я сейчас поеду к другому человеку, мне сделают, мне за деньги сделают. Мне не надо тогда вот здесь ТО вот это делать. Зачем? Все расходники были мои. Вашего здесь ничего не было. Я привез масло, клетра, все это, да? Мне только поменяли, я поменял бы здесь за 1000 рублей где-нибудь. Ну, понималось. Ну, сейчас в данный момент все-таки я... Катайтесь по-другому, я вам сейчас здесь сделаю. Даже завод ничего у меня не примет в данный момент. Как кататься? Подождите, мы приобретаем автомобиль. Я же правильно понимаю, да? К данному автомобилю, к данному автомобилю прилагается гарантийный талон. И в том числе никого не будет плататься. И где все написано? Вот здесь написано, что на такие расходники, как вот эти вот датчики, все это, только 12 месяцев действуют, да? У нас как бы уже срок подходит. Есть основания полагать тому, что меня специально подводят до этого, чтобы я докатался... А почему у меня датчик все-таки? А что это такое? Мне где еще могут сказать? У меня к кому надо обратиться? Я приехал к официальным дилерам в сервис. Мне до сих пор не могут выявить причину. В чем эта проблема? У меня есть что сделать? Эти причины не единственный случай, где это есть причина. А зачем мне тогда такой сервис нужен вообще в городе? Я по гарантии уже пытался предъявлять эти датчики, только нам их вернули. По одной простой причине, что завод не выявил в них какие-либо случаи гарантины. То есть разное было... Самое первое, второе, третье обращение было понятно, что дело в датчике. Если вот это все не поменяется, ни топлива, ничего. Меня на это побудило сделать здесь ТО, понимаете? Мы его сделали, приехали с камерой сюда. Снимали скрытые камеры здесь. Когда мы делали у вас здесь внизу. Сейчас уже такая наглость. Я вчера созвонился с другими людьми, да? Как бы, но... Мне сказали, едь, бери камеру здесь, снимай все, фиксируй. Пускай тебе пишут отказ. Как еще нужно. Сейчас с юристом мы еще помимо этого всего созвонили. Сейчас будем тратить деньги, время, чтобы сжать экспертизу, понимаете? Максимально дадим огласки вашему здесь вот этому ФТО, сервису. Максимально сделаем, чтобы люди об этом узнали побольше, чтобы сюда не обращались. К тому же здесь работают неадекватные сотрудники. Нас обманули ваши сотрудники. Я вот говорю, предоставьте... А вот вы как руководитель, вы как видите эту ситуацию? Я вам говорю, давайте пригласим его сюда. Я пока никак не вижу. Пригласите сюда его. Сюда его пригласите? Как работать? А я что, не работаю, что ли? Пока здесь находитесь, я тоже с вами пока в данный момент. Ну а зачем здесь просто так с вами воздух-то гонят? Зачем вы тоже никакие действия не принимаете? Вы как руководитель здесь. Какие мне сейчас предпринять действия в вашу сторону? Если действительно, я верю. Даже если мы подключимся, ничего не увидим. Девушка... Вы захотите... Подождите, я к вам обращаюсь. Давайте поэтапно. Давайте поэтапно. Хотите пойти к Юре? Можете в данный момент пойти к Юре. Поэтапно давайте. Поэтапно. Что именно поэтапно? Приезжаю к вам. Есть неисправность. Она была выявлена? Она была выявлена, да. Есть фиксация. Второе. Этот парень мне говорит... Как... Не хочу... Не помню, сейчас... Он мне записал свои НСЭЛы. Он мне говорит, что неисправность именно... Был Рома Мастер. И вот этот парень второй. Они поездили на машине. Это неисправность именно... Детонация. Детонация, да. Я говорю, какими путями исправляется данная ситуация? Мне сказали, нужно полностью ТО. Заменить свечи, масла, расходники, фильтры. Это что у вас зафиксировано? Я сейчас заговорю, потом скажешь. Ладно? Все нужно сделать. Вот эту комбинацию произвести. Я сказал, причина пройдет. Он говорит, да. Поменяю еще бензин. Я ездил на 92. Сейчас пришлось мне на 95 перейти. Я езжу на 95. Все прочистили всю систему. Проездили. Другой бензин уже. Заезжаю, делаем полностью ТО. Все бензин у нас нормально. ТО сделали мне. Машину выгнали. Я сел, поехал. Пару дней катаюсь. Чувствую, что в ситуации проблема не уходит. А до этого, который мне мастер здесь говорил, что покатайся, если не уйдет. Поменяем тебе датчик. Загоняли к электрику. Был слабый сигнал вот этого датчика. Датчик потянул. Он какой-то процент увеличился где-то там чего-то, да. Но опять же, как я поехал, у меня проблема не ушла. Я позвонил сюда и опять записался. Приезжаю. Сейчас этот парень мне нагло говорит, что другой звук был. Я говорю, как другой звук был? Звук один и тот же, а сейчас какой-то другой. Я говорю, а как же, для чего вы мне говорили, чтобы я здесь делал этот ООО? Датчик, говорю, кто вам поменять обещал? Я уж не помню, кто там. Сегодняшний мастер? Алексей и Роман сегодня? Нет, Алексея не было. Алексей в отпуске был, насколько я знаю. Рома, Паша там были. Они чередовались. Потом мне сам... Павел мне... Пожалуйста. Там обещали, у них датчик у меня детонации. Кто-то из нас. Угу. 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 А вы этот меня пробовали? Угу. Ну, все хорошо. Угу. 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 Ну, все хорошо. Угу. Угу. Ну, я тебя поняла. Все, давай. Угу. Пока не будет ошибки двигателя... Мастер мне вынес... Это был Павел. Последний раз. Павел. И он мне сказал, что когда выявили эту причину еще раз, они проездили на машине, то я все... А нет. Мы в этот раз не ездили на машине, мы загнали к электрику. Помимо этого у меня еще тысяч четыреста заплатил, что мне там провода вывели два там. Ну, это мое там, да? Это было. И, как бы мне сказали, ездить до тех моментов, это я говорю тебе, мастер, пока не сгорится у тебя чек. Это же бред. Если двигатель работать начинает неисправно с какими-то перебоями, ты знаешь, ты о чем говоришь? Что какая-то есть неисправность. Где-то в каком-то механизме. Что-то нужно предпринимать сделать. А у вас здесь, тем более, мастера здесь все находятся, да? Не просто так работают. Образование какое-нибудь хотя бы имеют, я думаю. На все в порядке. Не переживайте. Конечно, экспертов, если они работают, они имеют. Без, скажем, каких-либо доводов, просто так. Мы сейчас поменяли только за наш счет. Есть фиксация, где слышим все это. Есть фиксация. Я не имею в виду фиксацию. Это я имею в виду именно работу автомобиля. Меня сейчас интересуют видеофиксации, разговоры. Ваши мастера сидят в моей машине, едут, тестируют. И они выявляют эту причину, она есть. А пишут здесь, они обратно другое. Понимаете? Вот в чем суть-то, в чем смысл. Ну, вот же вы видите. Давайте я сейчас прокачу в машине у вас. Вместе с вашими мастерами. Еще раз вас. Вот же. Не обнаружено. Пишите. Какие наглецы? Совести вообще нет. Как они так пишут? Не обнаружено. Есть фиксация тому, что она обнаружена. Ваши мастера сидят в форме вашей. Мне нужна эта фиксация. Тогда я буду сговорить уже прямую. Нет, здесь у нас кабинет. Как я сделаю? Только в кабинет. Мне это доказывать. Что вам пообещали, что вам поменяют. Секундочку. Вот секундочку. Сейчас вы сами поймете. Я обратился, в момент обращения ездить сюда. После чего я делаю УТО. Это о чем не говорит он? Хотя не нужно мне этого делать. У меня еще не подошел срок. Я делаю УТО. Потому что вам сказали. Потому что мне сказали. Я и хочу посмотреть. Сказали. Сказали. Сейчас приглашу вас. Пригласите. Вон придете. Сейчас. Клен сейчас утверждает, что вы пообещали датчик поменять. Я сейчас запомню. Подожди. Со слов. Я сказал. Человек сказал ездить. Человек загорится лампочка. Мы тебя поменяем. А шутка загорится подачку. Мы поменяем. Датчик не до нас. А первый раз я вам рассказывал. Здесь нет. Я еще не похвалил. Хороший сотрудник у вас. Нормальный. Чтоб ты понимал, о чем он сговорился. Я говорю. Первый раз загоняли, когда подсоединили. Что ты видел, что у меня слабо. Детализация была. Это видно же было. Он подкрутил датчик. Процент повысился. Но все равно. Езди. Человек загорится. Мы тебя поменяем датчик. Вот такой был разговор. Вот же человек стоит. Я ничего нового не придумал. Чека нет. Нет. Я же объяснил ситуацию. Человек нужен для чего. Мы его же не можем поменять. Погоратить. Надо сфоткать. На завод отправить это все. Да. То же самое и говорю я. Как бы вот в этой ситуации вот только этого тебе нужно было. Почему бы тебя пригласили я не понял. Пускай будет. Лично следить. Как бы. А вот Роман когда в машину сел. Он такой. Даже сейчас чувствую детонацию. Было же да. Да. Ну вот видишь. Предложили сделать мне того. Я его сделал. По-человечески пришел. Я сказал. Ну не ругаться. Ничего не хочу. Я сказал. Я ему даже сказал. Хочешь. Я говорю. Куплю сам этот датчик. Если неисправность в этом есть. Давай я сам деньги заплачу. Нет. Ну смысл его покупать. Если он уже по дефекту не платит. Нет. Я говорю. Видишь. Я же тоже не могу так запчасти менять. Нет. Нет. Голос мы просто так поменяли. Я его протянул. Момент затяжки слабый был. Протянул. Он начал нормально показывать. То есть. То есть. Контакт. Есть. Есть детонация. Есть детонация. Есть же. Алексей с Агизом катались. И они вам сказали что все в порядке. Ну Агиз катался с тобой же. Помнишь да. Мы вдвоем же ездили. Детонация была. У меня же фиксация есть. Не хочу на колесе. Есть по трафике. По человечески. Есть же. Дефект какой. Ты же сам Роман сказал что детонация. И этот парень сказал детонация. И мне предложили сделать его совместить приятным с полезным. Я его сделал. Помнишь. Помнишь. Я его зачем делал. Если я мог так ездить без него. Вот вся ситуация. Думаю. Я сейчас приехал. У меня уже не могу ехать. Она на самом деле нервирует. Понимаешь. Уже неприятно. Люди в машине сядут. Что это такое у тебя не было. Я не знаю. Это нормально. Мы сказали. Ну как это нормально. Не может быть это нормально. Вот это детонация. Сейчас приезжаю. А мне отписки дают здесь. Что никаких шумов. Никакой детонации нет. Вы же видели бумаги. Да. Я видел. Я не смотрю ушко. А ну. Что такое? Мне нужно ваше теперь мнение. Ну что вы скажете раз. Ну. Без датчик. 50 на 50 дало. Что это в датчике? Датчик попробуем поменять. Ну если ты сам говоришь. Это не в бабцу датчик. Может быть даже. Может что-то дальше там. Может не в датчике проблема. Копаться искать. Я грубишь. Даже не ругаться. Вы понимаете. Мне хочется чтобы у меня исправленный автомобиль работает. Я обычно дефектую. Приезжает. Я смотрю по параметрам. Датчик протягиваю. Отпускаю. При повторном появлении замена датчка. Все. То есть. Кто-то приезжает. Кто-то не приезжает. У вас ошибка больше не выскакивала? Она мне вообще не выскакивала. Она выскакивала у него. Там в этом. Первый раз. А сейчас не подключался? Сегодня нет. А до этого подключались. Он тоже через пару дней приехал. Через неделю может. Я как на работу приезжаю. Мне уже стыдно. Но на самом деле. В конце концов. Сделаем давайте. Давайте мы отключимся. Давайте посмотрим. Вылезет ли что сейчас. Мне просто само интересно. Давайте посмотрим. Заодно прокатимся. Леша сейчас даже ездил. Почувствовал. Ну. Любой. Как его. Ну вот она при разгоне. Слышишь да? Есть. Вот она. Слышишь да? Сейчас нагрузка идет. Ну как нагрузка? Она постоянно вот эта штука. Четвертая 80 включила. Вот она даже когда едешь. Она простреливает. Вообще на трассе когда едешь. Под 70-80 она бывает такое. Вот она опять этот звук. Вон звук так всегда есть. Хоть с разгоном, не разгоном. Мне же тоже, Рома, не 18 лет, чтобы я здесь сидел. И как дурачок обрадоваться, блядь. Против ничего. Не знаю. Мне потому что самому приятно, чтобы сюда приезжать. И говоришь, что весь гудцовый. Его уже слышно, видно. Пускай какой-то тетчат катается. Я пишу на пальцы. Что за пальцы, Рома? Ну поршневая. Это вот здесь же облегченная поршневая. Олегченная поршневая. Поршни вот так уходят. Здесь момент такой. Он же 16 клапанный. С 124 раньше поршневый высокий. То есть в данный момент стоят поршневые как на приорах. Вот, облегченная. Я думаю, что может в этом. Интересное дело происходит вообще. Эти пишут, короче, что ничего не выявлено. Сейчас вот три раза и вот, ну, разное это выявление. Вы же видите, да? Вот. Хорошая работа двигателя. У вас всего сразу, да? Хорошая машинка. А то, что вам уговорили, там все это так, да? Уговорили, говорили. Ничего страшного, да? Дальше надо копаться. Открой у меня дверь. Рядом у меня закрыто здесь. Что надо делать сейчас? Нет, зависит никак. Если честно, здесь оборот просто повыше надо давать. Здесь нет разное восприятие. Шлов, звук, езды. Три специалистов, четыре там уже ездил, этот. Нет, здесь просто надо выше обороты давать. Другой вопрос. Не то, что привели ТО. Вам предложили по одной простой причине? Это был и способ решения проблемы. Вам это предложили, способ решения проблемы? Да, да. Вы с ним согласились? Как? Вы с ним согласились? Мастер вынес вердикт. Как вместе с ним спорить что-то? Вы же с ним согласились? ТО вы провели. Так я провели, потому что мне сказали, что причина пройдет. Она не прошла. В данный момент мы покатались. И что? Хорошая работа двигателя. Зачем? Может даже ваш специалист на видео сказал, что это палец. Ошибок нету. Он не сказал, что это палец. Он предположил, что это палец. Не говорит палец, да? Если это разбирать и смотреть, это уже надо разбирать полностью двигатель и смотреть. Уважаемая Анастасия Краснова, да? Сколько специалистов? Четыре за сегодня или три смотрели эту машину. И укажут свое мнение, свое решение. Сколько? Давайте так. Сейчас не будем ничего дальше. Это же не шутки, это же деньги. Работа двигателя нормальная, адекватная. Нормальная, адекватная. Работать своих технических параметров. Те, которые... Даже сейчас вам показывали звук гол. Вы даже сами что-то там слушали. Опять же, Мастер предположил, что действительно обороты. Нужно давать правильные обороты. Нужно правильное переключение. Этиплотация автомобиля опять же. Нет, вы хотите сказать я баран, что ли? У меня пятая машина. Я вам, между прочим, так не говорю. Нет, у меня пятая машина. Ну хорошо. Пятая, шестая, шестая. Зачем меня обманули? Давайте зайдем туда. К этому я сейчас. А ЕС, который здесь. И давайте мне дадите бумажку эту мою. Мы обратимся врач. Сейчас я вам уйду. Сейчас я вам уйду. Мальчики вам сказали, да? Детонация. И вам сказали, что чтобы это устранить, нужно провести ТО. Нет. Вы ведь так говорите? Я вам говорю, приезжаю, слышу у меня звук. Стук вот этот, да? Двигатель какой-то непонятный. Я приезжаю к специалистам, к мастерам, описываю ситуацию. После чего ваши специалисты садятся в мою машину и делают заезды. Каждый заезд, они зафиксируют тот момент, что у меня есть детонация. Роман вам об этом в кабинете мастер сказал. Все, дальше. Что, да, зафиксирован этот факт. Он вам предлагает пройти. Факт первый зафиксирован. Лайки ставим сразу. Первый факт есть. Второе. Заезжаем к электрику. А, вот. Предложил сделать ТО. Вот же оно в чем суть-то. Я вам прошло и говорю. Что мне нужно? ТО сказали. Надо сделать ТО. Все, здесь справится. Ну, ну. Мы заезжаем на ТО. Все, я делаю ТО. Что-то слабый звук там был. Вот на это то, что там какой-то что-то подтянул. Если, говорит, не исправит, не пройдет, значит, надо мне датчик. Второе. Это подтвердил ваше лицо, что это было. А второй лайк ставим. Вот. А теперь мы подытожим то, что спрашивают меня. Вот. Мне нужно вот это то, что вам сказали ТО. То, что вам сказали, что вот это должно пройти, когда мы сделаем ТО. Вы же так утверждаете? Девушка, не имея специального образования здесь механического, я сам не могу вашим мастерам сказать, что надо загонять машину и делать ей ТО. Чтобы пошла неисправность. Мы сейчас ни к чему абсолютно здравому не приходим. Вы сейчас что хотите? Датчик поменять? Что сейчас в данной ситуации? Что? Девушка, я хочу услышать ответ на вопрос, почему мне сказали сделать ТО. Вот. Ну почему вы это все переворачиваете? Почему я потратил свои деньги? Девушка, подождите. Чтобы это сделать ответ, дайте мне видео. Вы мне говорите, что у вас все зафиксировано. Подождите секунду. Вы зачем меня путаете? Какое видео вам надо? Вам только что сказали, что вот Рома в кабинете все они говорили. Они сказали про детонацию. Да, была детонация. Детонация был разговор. ТО. Полностью ТО. Раньше времени мы это сделали. Электрис сказал, что вот там еще есть вот этот с датчиком что-то. Он его подтянул. Процент увеличился. Но он не сказал мне, что он вообще идеальный этот датчик. Основание есть полагается всему тому, что датчик херовенький. Образно, да? Русским языком. И он говорит, загорится датчик. Чек. Тогда этот, говорит, поменяем. Давайте возможный выход сположим. Может поменяем этот датчик? Если уж сделали ТО, которое не нужно мне было делать. Не могу предположить, что датчик сейчас изменит. А мне кажется изменит. Вот я чувствую. Чувствуется. У меня чему-то кажется. Я 5 дней пытаюсь как-то объяснить более какого-то разумного человека здесь встретить в данный момент. Думаю, вроде с вами как-то нашли общий язык. Если сейчас поставить вам датчик и он мне кажется гарантийным, в таком случае я должна буду повесить затраты на кого-либо. Либо на всех виних, либо на всех инженеров. Дайте этот вопрос мне нужно обсудить с инженером по гарантии. Повторюсь. В данный момент по человечески выключу камеру. Руководство? Я не знаю. А я в этом время не уверена, что датчик идет. У вас сколько девушек специалистов здесь? Четыре. И указывал свое мнение. Один вот здесь при вас на какие-то подшипники ссылался. На пальцы. Второй детонацию надо произвести. Кому-то надо прислушаться. Оно же какое-то несет ответственность. Мы стремимся комиссионно и будем это обсуждать. За неправильное решение какое-то там, да? Оно же какая-то ответственность должно быть, мне кажется. Взрослые люди понимают, что деньги они заработают каким-то путем. Я же не могу просто вам что-то переводить и дать мне номер. Я как владелец ЛАДА буду вам постоянно там каждый месяц какие-то деньги переводить, чтобы меня не обманывали. Сейчас мы чего ждем-то? Кого ждем? Директора, когда они возьмут трубку. Директора не берут трубку, да? Они уехали в конференцию. Давайте в интернете посмотрим номер телефона директоров.